МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Немного напугал поначалу, допустил опасный отскок на третьей минуте и не сразу увидел, куда ушла шайба. Зато отразил хороший скрытый бросок в середине периода. Домик Еременко иногда вызывает вопросы, но не сейчас. На самом старте второй 20-минутки взял выход один в одного от Виртунина. Не дал забить гол под самую сирену, забрав опаснейший бросок после резкого перевода на правый круг вбрасывания. На 45-й минуте роскошно сыграл лежа, два раза накрыв собой шайбу, которая должна была отправиться за ленточку. В меньшинстве сориентировался и накрыл угодившую штангу шайбу. Уже не без удачи. 52-я минута и уже два слепых броска. Но точно в Еременко. Забили россияне всего дважды. Причем вторая шайба влетела уже в пустые ворота. Так что к нападению команды есть вопросы. На пресс-конференции Олега Знарка отдельно попросили оценить игру магнитогорской связки Мазякин-Зарипов. Трудно что-то говорить после первой игры. Естественно, КХЛ и Евротур разные скорости. Я так больше надеялся, что мы с ними сыграем большинство. Планировали сделать из двух звеньев. Оставлять Мазякина и Ковальчука на две минуты и там менять по парам. Шипачева с Зариповым, Белова с Медведевым и Плотникова с Бурмистровым. Один гол мы забили, хотя были возможности забить еще. Перед началом Кубка Первого канала в Сочи завершилось большое собрание руководителей клубов КХЛ. Итоги двухдневного совещания подвел президент лиги Дмитрий Чернышенко. Новое руководство КХЛ впервые встретилось с клубами, чтобы откровенно и без прессы обсудить все внутренние проблемы, вопросы и вызовы. Мне поставлена задача к заседанию управления лиги, которое пройдет в феврале, представить программу развития. Лига уже сейчас развитый серьезный продукт. Спасать ничего не надо. Но нужно сделать ее еще более интересной и привлекательной. Главный постулат – сильная лига, сильная сборная. И это не популизм, а особая государственная задача. Хотя мы и коммерческая лига понимаем, что успехи сборной – это наши успехи. Нестабильная экономическая ситуация в России может привести к сокращению клубов КХЛ. В интервью корреспонденту спортбокс.ру Екатерине Балевой главный тренер нефтехимика Владимир Крикунов сказал, что не видит в этом ничего страшного. Возможно, потому что спонсор его клуба от кризиса не пострадал. Наши бизнесмены больше не хотят спонсировать иностранные команды, а сами они спонсоров вряд ли найдут. И это, наверное, правильно. Если нет денег, зачем мучиться? Да, жалко некоторые команды, но пусть они идут в лигу рангом ниже, в ВХЛ, например. А на вашем клубе кризис и санкции сказались? На нашем – нет. Наш спонсор производит продукцию, которую продает на экспорт за валюту. Так что мы, наоборот, в шоколаде. В четверг большинство клубов КХЛ вышли из мене отпусков и начали подготовку ко второй части регулярного чемпионата. Автомобилист решил нестандартно поработать над сплочением, а заодно хорошенько продышаться на свежем воздухе. Вместо обычной тренировки екатеринбуржцы сыграли в бенде. Отчеты «Большая фотогалерея» на сайте автомобилиста. Галкипер Джефф Глаз запутался в собственных высказываниях. В интервью The Hockey News Глаз жестко прошелся по обстановке в различных клубах. Перевод подготовил агентство «Аэрспорт». КХЛ сейчас не выглядит лигой, которая прочно стоит на ногах. И лига уже не такая привлекательная, как раньше. Видно, как все паникуют. От менеджеров до игроков и их агентов. Никто не знает точно, что делать. Никто не планирует жить в России после окончания карьеры. У всех сейчас цель как можно скорее обменять рубли на евро и доллары. Но никто не в состоянии сделать это прямо сейчас. Сейчас все складывается не очень хорошо. Все ребята, легионеры нервничают и ищут выход из ситуации. Не хочу выставить КХЛ в негативном свете, но игроки остаются практически ни с чем. И никто не может им помочь. Все разваливается. Стремительное падение рубля заставляет всех паниковать. Всего через несколько часов после публикации перевода стало известно, что Глаз помещен в ладость список отказов. И вечерние твиты канадца, собранные порталом чемпионат.ком в одну новость, выглядят одновременно и извинением за резкие слова, и прощанием с лигой. Мне действительно очень нравилось играть в КХЛ. Это были лучшие годы в моей карьере. Я очень благодарен за эту возможность. Здесь я познакомился со многими замечательными людьми, как на льду, так и за его пределами, которые стали теперь моими друзьями в России. Сейчас для всех тяжелые времена. Я понимаю это. Я прошу прощения, если кого-то обидел, я этого не хотел. После неудачного сезона в тракторе защитник Дмитрий Рыбыкин остался без контракта и даже успел получить предложение пополнить тренерский штаб авангарда. Но желание играть оказалось сильнее. В фан-зоне официального сайта КХЛ Рыбыкин рассказал, как коротал время до приглашения в Югру. Я играл в товарищеской хоккейной лиге. Там платили. Выступал за строй «Газмонтаж». Знаете, уровень там весьма приличный, если закрыть глаза на некоторые особенности. Например, силовая борьба исключена, но это не очень мешает. Тренировки там, допустим, очень хорошие. Нельзя прийти просто и повалять дурака. Я в этой лиге встретил много ребят, с которыми наши пути давно разошлись. Например, с Дмитрием Чумаченко мы еще начинали в Динамо. Но там много ребят, с которыми я встречался на льду. И вообще матчи этой лиги по уровню, может быть, и выше лиги не уступают. Всем известно, что канадский нападающий Минского Динамо Джонатан Чичу – индеец. Но вот представления о жизни современных индейцев у всех разные. Корреспондент аргументов и фактов Беларуси Евгений Оленик встретился с Чичу и узнал у него, что значит быть представителем племени Кри. Индейское сообщество очень маленькое. У нас есть свое мини-правительство, свой глава, который переизбирается каждые четыре года, свой совет. Нет, фактически племя – это государство внутри государства. При этом мы все имеем канадские паспорта. О всех своих перемещениях по миру я обязательно информирую Совет племени, который следит за моими успехами. Место, где я вырос, изолировано. Нет хороших дорог и транспортных средств, с помощью которых можно было бы добраться до города с развитой инфраструктурой. Так было 30 лет назад. Продукты, что продавались в местных магазинах Мусфакторе, столь недешево, поэтому мне приходилось самому добывать себе пропитание с помощью охоты и рыбалки. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Смотрите нас каждый будний день. Всего вам доброго и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова